В Заинском районе складывается напряженная ситуация с горением травы. С начала апреля пожарные выезжали тушить с горящей сухостой более 20 раз. Это больше, чем в прошлом году. Трава горит как в сельской местности, так и на границах города. Пожарные подразделения уже практически израсходовали свой лимит уже по горюче-смазочному материалу. Привлекаются на тушение сухой травы и добровольные пожарные формирования, муниципальная пожарная охрана, отдельные посты госучреждения пожарной охраны. Практически ежедневно по 2-3 обязательных выездов бывает. Причиной сложившейся ситуации пожарный надзор называет человеческий фактор. Пол травы чаще возникает там, где жгут мусор, бросают непотушенную сигарету, разводят костер. Ветреная погода способствует распространению огня. Серьезный разговор на эту тему состоялся на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. У нас согласен, где-то пожар, или дом сгорит, или еще что-то, а у нас машина тут трава. Какие превентивные меры необходимо принимать, чтобы не допустить пожаров, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсуждали вместе с главами сельских поселений, руководством города, лесничество, пожарного надзора полиции. Одна из таких мер – создание минерализованных полос, которые становятся барьером на пути движения огня. Каждую весну заградительную полосу обустраивают, к примеру, в селе Перцовка, которое граничит с лесом. Житель села Алексей Игнаткин сухую погоду всегда на чеку. Однажды заметил небольшое возгорание в лесу, сообщил службу 0-1 и первым начал тушить. Сетуют на то, что люди приезжают в лес без особой нужды, но по неосторожности могут довести до беды. Надо строго ограничить въезд невзирая не на что в пожароопасное время. Всем без исключений. Грибов нет, ягод нет. Что сейчас в лесу делать? Тем временем, 25 апреля в республике введен противопожарный режим. До 10 мая запрещено сжигать траву и мусор, разводить костры, применять пиротехнику – все то, что может привести к пожарам. В отличие от правил прошлогодних противопожарных сезонов, в этом году есть некое послабление. Если раньше жарить шашлыки, к примеру, нельзя было даже на своих приусадебных участках, то в этом году это разрешено. Конечно, если соблюдены все правила противопожарной безопасности. Но в лесах и парках жарить шашлыки по-прежнему запрещено. Во время противопожарного режима инспекторы пожнодзора совместно с полицией проводят рейды по садовым участкам в селах лесопарковых зонах. Нарушители режима ждут штраф. На граждан штрафы от 2 до 4 тысяч, на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30 до 40 тысяч рублей, и на юридических лиц, соответственно, от 200 до 400 тысяч рублей. Тем, кто наводит порядок в своих садах и огородах, пожарные советуют не избавляться от мусора с сжиганием, а закапывать его или вывозить. Гульнара Феофанова, Александр Тимофеев, Юлия Ершова. Новости Татарстана.